МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуском. Идея меркованни пропановы. У программе другого дня, шостого усебелорусского народного сходу, выступление делегатов и принятие выниковой резолюции. Коли самостоянно не отримливается, на допомогу пройдуть у лады. У Мазыры после звороту у Аблвыканкам вырашаны шерах проблемных пытаннеу. Заставаться беларусам и удалечении от Радзимы. Интервью нашим корреспондентам дал представник усеукраинского союза беларусов. А зараз об гэтым и іншым больше подрабязна. Сегодня в Минску завершил работу шостого усебелорусского народного схода. На протягу двух дней делегаты вяли размову об шляхах развития краины на ближайшие пять годов. У Палацы Республики працевали и наши корреспонденты. У программе другого дня, шостого усебелорусского народного схода, выступление делегатов и принятие выниковой резолюции. Головная идея – захование незалежной и экономично-мотной державы. Прошим программа социально-экономичного развития, по якой будет развиваться Беларусь, документ усебаковый. Делегаты назвали ее программой деяния. Тут и зрозумел для всех экономичный блок и социальной обороны працующих и выховавча патриотичная работа. Первое – это надо любить свою родину. Если ты ее любишь, то ты всю свою жизнь и деятельность будешь выстраивать так, чтобы своей родине, своей отчизне не навредить. Поэтому с самого раннего детства надо прививать эту любовь к своей земле, к своим людям, к своей символике. И тогда у нас люди будут патриотически воспитанные. Еще немаловажную роль играет изучение нашей истории. Нам, нашему поколению, повезло, потому что это на нашей жизни впервые наша родина получила себе независимое государство. И это надо сберечь, это надо ценить. Среди ученых пропанул замысывание на законодательном узровне обовязкового взаимодействия, установ, адукации и предприемствам, что дозволит не только знакомить наученцев с рабочими специальностями, а и допоможит молодым людям больше реально оценивать ситуацию в Украине. Еще один плюс такого супрасовничества – практичная реализация идей наученцев. В уголе в выступлениях делегатов значная увага модернизации вытворжести, развитию инновационных технологий и поддержку перспективных распроцовок. В первую очередь – айчинных. Удельники форуму кажут, у нас шмат теленавитых людей. Головное их убачить и подтримать. Если честно, то идей воплощать можно легко. На самом деле мешает, наверное, какое-то принципиальное такое незнание, потому что многие разработчики молодые не знают, что можно получить гранты от исполнительных властей, технопарки, различные конкурсы проводятся. И когда уже есть какая-то идея, проект, его можно выдвинуть и в дальнейшем его могут поддержать. Как было с моим проектом, его увидел губернатор, ректор университета. Выделились деньги на разработку и создание экспериментальной теплицы. Де, что и за какие сродки будет будаваться у этой пятигодцы. У программе социально-экономичного развития краины продуглежены, сдаются усе нюансы экономичного будавництва. У относенных до Гомельской области это модернизация химичного завода, что дозволить повеличить выпуск продукции у полтора разы. Регион бачит свои перспективы и на керунке, по яких он будет развиваться на протягу ближайших годов. Итоги подведены. Мы на заседании обесполкома за предыдущие годы, что мы достигли, что нужно достичь. Есть программные документы. Вчера на заседании на Белорусское собрание мы еще четко для себя поставили задачи, которые определены президентом. Это в первую очередь инвестиционные проекты, которые ставятся перед губернатором. Ну и, конечно, это развитие тех проблемных вопросов, которые нас сегодня волнуют. Это в первую очередь сельское хозяйство. Мы видим, что у нас здесь есть проблемы, и мы должны его развивать. И, конечно, самый главный вопрос – это строительство жилья на селе. Ну и, конечно, мы не снимаем вопросов, которые сегодня связаны с реализацией Чернобыльской программы. Президентом поддерживается данный курс, и программные документы мы активно реализуем. И в текущем году в Хойницке, на Волянском районе, мы это, и в Брагинском, это все реализуем. Поэтому задачи поставлены будем выполнять. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадо-компания «Гомель» из Минска. Культура – это тое, что упрыгоживает белорусскую нацию. Это каштонность, которая належит народу. Я ее не льга днять. Об этом, подчас выступления на 6-м Белорусском народном сходе, находила делегат от нашего региона, директор картинной галереи Гаурила Вашченко, Людмила Шымбалева. И она выказалась за тое, как в школах больше уваги надавали выкладанию сусветных и айчинных мастацтва. По мерковании Людмилы Шымбалевой, добро, что этот предмет вернулся в средние навучальные установы. Але одного урока у тытень недостатково. В 10-м и 11-м классах он отсутничает в уголе. Это неправильно, потому что знакомить школьников с каштонностями сусветной культуры не обходно. Так само делегат зарабил акцент над тем, что и квалификация педагога мая великое значение. Важно, как наставник мог передать свое захопление детям. Немалое значение имеет и способ преподнесения материала. Любой предмет может стать скучным и неинтересным, а может перевернуть сознание, предопределить выбор будущей профессии, сделать мир вокруг ярче и интереснее. Поэтому увлеченность учеников зависит только от увлеченности учителя, от его художественного образования, творческого опыта. А значит, речь должна идти об определенных требованиях квалификации. Людмила Шымбалева выполнена. Нельга операционит значение культуры и усправе яднания народа. Чем больше серьезные стоят перед краиной проблемы, тем больше принциповое значение набывают духовные якости кожного человека. По особку и нации у целым. Жыхары Гомельщины пильно сачили за усибелорусским народным сходом по телебачене и интернету. Кто-то на рабочем месте разом с коллективом, а кто-то в аутульной домашней атмосферы. Наша здымочная группа наведала старшиню Гомельской областной организации громадского объединения инвалиды-спинальники Геннадия Золотарова. Геннадий Горович уважливо назирая за ходом выступлений и навыц письмова означает важные для себя моменты. Як грамадянина, яго цекавець, какие измены отбудутся у экономицы краины, як керавництво державы будет умасовывать народное одинство. Так само Геннадия Золотарова хвалюет пытанье социальной политики, а минавица поддержка и усибаковая допомога людям с инвалидностью. Як старшиня громадской организации, он хочет, чтобы социальные объединения имели макшимость больше активно взаимодействовать с Золотами. Важно еще для нас, общественных организаций, понять свое место, свои возможности и свою готовность участвовать во всех этих процессах. Это очень-очень важный вопрос, который может, конечно, продвинуть вот именно решение многих проблем более в скором режиме. Посаденишь эти пошуку працы, утеплить дом, поменять подлогу, замоцывать дом за иншей школой. Худше разобраться с наболелыми пытаниями да помахают звороты до простовников улады подчас промых линии и особистых приемов. Наши корреспонденты отправились в Мазырский район, чтобы погутарить с местными жахарами об их опыте диалогу с Оладой. На первом поверсии этого дома, что в везце Каменка живет Олена Гончаренко. Всю жизнь женщина отработала на фермах. У своей 85 живет одна, дети – у Мазыры. Недавно у шмат поверховцы начался капрамонт. Пакуль ремонтовали коммуникации, у пенсионерки за этого осапсовалася подлога. Что делать? Пришлось извертаться до Олады с просьбой поменять покрытие. Спочатку добивалась ворошения проблемой на мясовом узровне. Потом взвернулся до старшины Абл-Ваканкама Геннадия Соловья. И справа им гненно зрушилась из местца. Саражанчина с задовольнением сустракая гостей, демонстрируя новую подлогу и дякую за допомогу. Я довольна, очень даже довольна и благодарна всем. И благодарна очень Геннадию Михайловичу, что слышали меня и помогли. И также благодарна этим строителям. Тоже, глядите, зима. Ну, они тоже стараются мерзнуть. Ну, все стараются. Едем у Мазыр. На фасаде дома одразу башеные участки, которые недавно утепляли. Уздымаемся на пятый поверх. Тут нас шакает Вольха. Кажет, зараз не соромно запрошать людей к кватеру. Справа тем, что у покоях некольких годов запад шарнели от сырости стены. На вобманцах были вильготными, да и пах был отповедным. Минулой зимой комиссия собиралась проверить стены тепловизором. Лягета робится при стабильных минус 10 градусах. А все мы памятаем, что морозоу тогда практически не было. А вот неприемная ситуация никуда не зникла. У вынеку с воротцами Бирковских трапе у Гомельске облаконкам. И проблема вырошилась. Нам утеплили, в частности, эти стены, заделали стыки. Это было сделано летом. Сейчас уже прошло полгода. То есть была осень дожитливая. Сейчас очень снежная зима. Никаких вопросов нет. Все стоит сухое, во-первых. Запах отсутствует. Черноты этой нет. И вообще я могу даже без носков находиться в этой комнате. Что было вообще невозможно. У Мясо уже укажут, что ситуации знакомые и только чекали стабильной отмойной низкой температуры, как проверить тепловизором стыки панелев. Нужно было нам только время. Шли пошагово с наименьшими затратами. Наступная кропка – Мазырский бульвар юноцтва. 52 дом, у яким живут переважно молодые семьи, был замоцованный за 13-й школой. Как добраться до ЕЕ, детям троечий треба было пересекать проездную участку. Самое кривое, что на суперчем от поверховки находится девятая школа. И когда есть установка, до какой рукой подать, то на вождь детей отправлять так далеко. Шахары дома склали лист, собрали подписы и накировались с початку до мясцовых уладов, а потом до областных. Это было летость. И уже в веростне дети с 52-го дома отправились в соседнюю школу. Когда мы обратились к Геннадию Михайловичу, и он принял положительное решение по нашему вопросу, и вообще отнесся паотически к этой ситуации, понял нас, что это действительно будет одно из правильных решений. И мы, у нас есть группа, которая, мы, я сделала объявление, что принято решение в положительную сторону, и наши детки будут ходить в девятую школу, все были просто, писали ура, такие были эмоции, все такие счастливые, что, ну, как бы, и очень довольны, что, ну, как бы, то, что мы хотели, у нас получилось. Поэтому я считаю, что мы достигли хорошего результата в этом вопросе. Особистые приемы грамадян и промые телефонные линейки организуют с керавництвом областной улады, давно доказали свою эффективность. Люди разумеют, что их проблемы могут выражаться. А керавництво региона ясно бачит ситуацию у региона. И то, как працуют особные сферы. В облсполком в течение 2020 года поступило 4643 обращения. Каждое третье обращение решено у нас положительно. Граждане выражают свою благодарность не только руководству нашего облсполкома, а также и руководству райисполкома, всех тех, кто принимал участие в разрешении их вопросов. Але есть проблемы, які по разных причинах выражать не отримливаются. Навет при усім жаданні уладов розных узровняв. Это коли люди, каб добиться своего и мкнуться, об исти закон. Таких зворотов только у Гомельске облавоконкам за минулый год поступило, каля 40% от догольной колькости. Марина Севриянова, Сергей Камко, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район. У субботу 13 лютого пройдуть промые телефонные линии с простойниками мясцовой улады. На пытань Нижихару региона откажа намесник старшини Гомельскага облавы конкама Андрей Конюшка. Звернуться до его можно по номеру 33 12 37. Так само промую линию проведе перший намесник старшини Гомельскага облавы конкама Александр Германов. Телефон для субботу 33 0959. Час работы промых линий с 9 ранницы до полдня. Протягиваем выпуск. Нагнетание протестных настроев, регулярная акция у поддержки антиурадовых сил Беларуси, спроба говорить о дымя шматликах беларуской диаспоры. Непочутках об активности особной группы грамадян нашей краины, яке устали под бела-червона-белыстях во Украине, ведая Александр Драгун, намесник старшини Усеукраинского союза беларусов, предприниматель, креативный менеджер бизнес-проекта у соседних держав. Сегодня по опрационных пытаниях он находится у Гомеля и выказал свое меркование по ситуации, связанной с позицией незгодных у Киеве и инших городах Украины. Что они там шукают? Свободу, демократию, макчимость выказать свое меркование, ци задаволять особистые интересы. Ци саправды, гэтая люди представляют меркование большей частки беларуской диаспоры, якая во Украине наличвая больше за 4 миллиона человек. Гэтая пытайни мы задали нашему сразу, мол, цы. Ясняется просто вот этой всеобщей вседозволенностью, на самом деле, та, которая на сегодняшний день в Украине присутствует. Ну, представьте, за 15 лет тут в Украине, или 16, или сколько там идет политический кризис, длиться там были. Разные там и левые, и правые, и красные, и белые, и зеленые. Там уже каких только не было политических сил. Но никому не приходило в голову, чтобы немножко там кому-то напакостить, остановить комбинат «Запорожь-сталь». В мире я таких вот, скажем, посылов, или таких вот методов борьбы, мир не видел. Ну, а то, что сегодня происходит, вы же поймите, что это даже по внутриукраинским законам, это же противозаконные действия. Ну, вот заблокировать улицу напротив посольства и водить там хороводы, ну, там, в каком государстве там, даже в Украине это не является нормой поведения в обществе. Просто вопрос, то, что закрываются, конечно, глаза, вопрос какой-то вседозволенности, руки не доходят. Ну, как только эти товарищи, значит, они начнут с какими-то... А тенденция к этому, я на самом деле смотрю, есть. Я думаю, что они запросто могут, вот эти ребята наши, земляки, впутаться в какую-нибудь внутриукраинскую политическую борьбу, и тогда реакцию государства они почувствуют сразу. Беспокоит то, что часть из них потом может попасть в вот эти лагеря по подготовке военизированных каких-то формирований. Туда сейчас, мы знаем, сейчас активно приглашают белорусов, молодых, которые приехали в Киев. Где-то кто-то не нашел себе там места, где-то кто-то не нашел себе работу, где-то не нашел себе там хостел какой-то себе там, или не устроился, и он имеет все шансы попасть вот в такой лагере. Белорусы в Украине, ну, на самом деле, никогда не участвовали в политике с точки зрения, вот с позиции, вот мы белорусская диаспора, и мы хотим там о чем-то заявить, какие-то политические требования в Украине. Всеукраинский союз белорусов, белорусская диаспора, никогда за всю свою историю не выдвигала в Украине никаких политических требований. Мы должны стать одной стеной против тех угроз, которые вот на сегодняшний день в мире, не только в отношении нас, но просто те угрозы, которые вот витают над нашей планетой. Вот это надо понимать. Телемост письменника у Беларуси у Владимира Гаурыловича и российского литератора Леонида Севера, в этой библиотеке было присвоено имя нашего знакомитого земляка Ивана Мележа. На базе российской библиотеки, что год, ладзятся конференции, творческие встречи у тем лику с гомельскими творцами, які удельничают у фестиваля «Бераги дружбы». Вельми приемно, что на ростовской земли, у Неклиновскому районе, только что расчиню дверы мемориальный литературно-этнографичный покой имя народного письменника Беларуси Ивана Мележа. Гэты проект узник не выпадкова. Я называю гэта проект тому, что вось на протягу уже десятка годов наша письменницкая организация плённо-супрацовничая с литераторами Неклиновска района Ростовской области и Краснодарского края. Не просто супрацовничая. Мы за гэты час стали, можно сказать, сямьёй и посебравали. Может, нават у сямьи, не кожная сямья может похвалиться такими теплыми взаимодносинами помежея членами. Затым представники органов мясцовой влады за обо двух боков, письменники, библиотечные работники и краезнавцы обмерковали далейшее супрацовничество у межих фестиваля у побратимов славянские литературные дожинки и вираги дружбы. За любовью до правилов дорожного руху нечеканно сюрпризно передо дни свята усих закаханных подрыхтовали супрацовники ДАИ для гомельских водителям. На площади Ленина разом с отрадом юных инспекторов середней школы номер 21 правоохоуники повиншовали аутоаматора. В такую прохладную морозную погоду и в преддверии Дня Святого Валентина Госавтоинспекция будет дарить свое тепло и улыбки, а также тематическую сувенирную продукцию автолюбителям. А также напоминать о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и соблюдении зимней манеры вождения в нынешних условиях зимы. В учни 21-й школы подрыхтовали тематичные валянцинки с закликами выконывать правила дорожного руху и зауседы памятать об безопасности детей-пешаходов. Юные инспекторы спадяются, что подарунки узняли настрой усім, кто их отримал. Оранжевый уровень небеспеки объявленный в Беларуси на 13 лютого с замоцного ветра и снега. В нашем регионе чекается в облачные с прояснениями надборья, на Чайранец и в многих районах снег и заверуха. На особных участках дорог макчыма гололюдзица. Ветер прогнозуется полночный 7-9 с порывами до 13 метров за секунду. Уначе температура может вагаться до 11-и до 13-и морозу. У день слупок термометра подымется до 11-и со знаком минус. ГТА, а так сама иншая новинная информация об проектах телерадо-компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.twerhomel.net БЮВАЙ На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Гомеле установлены администраторы деструктивных телеграм-чатов. Сотрудники гомельского управления ГУБОП вышли на 21-летнего студента одного из гомельских университетов. Он являлся куратором дворового телеграм-чата в железнодорожном районе областного центра. Кроме этого выявлена 21-летняя девушка, активная участница протестных телеграм-групп, а также администратор дворового телеграм-чата в советском районе города Гомеля. Ими распространялись информационные материалы из других деструктивных каналов, призывы к участию в беспорядках и хулиганских действиях. За сутки в Гомельской области три автомобиля застряли в снегу. Внутри одного из них находились дети. Потребовалась помощь спасателей. Накануне вечером около деревни Сталбун Ветковского района. Снежные заносы стали преградой для грузового автомобиля Форд Транзит. Спасатели взяли машину на буксир. Позднее поступило сообщение из Добрушского района. Около деревни Жгуна Будда в снегу застряла легковушка, в салоне которой находился ребенок. На помощь снова пришли спасатели. Никто из пассажиров, включая несовершеннолетнего, не пострадал. Ну и такая картина. В снегу застрял Volkswagen Jetta. Это произошло недалеко от деревни Муляровка Петриковского района. Автомобиль извлекали при помощи лебедки. Пострадавших нет. Снегопад не только добавил работы коммунальникам и спасателям. Активно помогают водителям на дороге правоохранители. То и дело, вытаскивая машины автомобилистов из сугробов или устраняя причины поломок. Так, в Октябрьском районе машину водителя легковушки из-за непогоды снесло в кювет. Проезжавший мимо наряд милиции помог автомобилисту выбраться из снежного плена. Спасибо за такую милицию. Нашему Октябрьскому. На трассе М-5 Гомельминск инспекторы ГАИ выручили женщину-водителя. Следуя врагачев, она заметила, что двигатель ее машины стал работать с перебоями, а потом и вовсе заглох. Инспекторы отбуксировали машину автоледи на ближайшую автостоянку. Задержан гомельчанин, похитивший у банка 1 миллион 700 тысяч рублей. В начале января на онлайн-площадке по торговле валютами одного из банков 49-летний мужчина увидел невероятное. За один российский рубль давали 3,43 белорусского. В действительности это была стоимость 100 российских рублей. Просто при установке курса произошла техническая ошибка. Сначала гомельчанин обменял незначительную сумму, чтобы убедиться в реальности банковского предложения, а после поменял там все свои сбережения в долларах на российские рубли и по невероятно выгодному курсу купил белорусские. Операции мужчина проводил исключительно на торговой интернет-площадке, конвертировал доллары в белорусские рубли, их в российские, а затем снова в белорусские. И так по кругу. За три дня предприниматель провел 28 таких операций и получил свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей. Банк обнаружил ошибку и пропажу денег, после чего обратился в милицию. Оперативники БЭП УВД гомельского облсполкома гражданина установили. Они же доказали, что мужчина прекрасно знал реальные обменные курсы, однако корысть и жажда наживы затмили здравый смысл. 9 февраля Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области была дана правовая оценка действиям мужчины. В отношении его возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Это все новости выпуска. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мозырская славя одержала две победы на групповом этапе международного турнира Winter Cup, который проходит в Бресте. В первом матче мазыряне были сильнее Динамо Брест 1960 из Малориты 3-1. На следующий день подопечный Михаил Мартинович разгромили нигерийский клуб Нью Эра из Лагоса 10-0. 14 февраля пройдут матчи плей-офф турнира Winter Cup 2021. Два других полпреда Гомельской области в элите футбольного чемпионата Беларуси проведут точный поединок. Спарринг Гомеля и Реческого спутника состоится 13 февраля в крытом футбольном манеже стадиона Луч в областном центре. Сначала в 14.30 вход на трибуны свободный. Условия одно. Обязательное наличие защитные маски. Центральный матч 14-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдет 14 февраля в Минске. Столица ждет в гости Гомельскую БЧ соперники соседи в турнирной таблице. Менчане располагаются на третьей строке железнодорожники на четвертой. Матч пройдет во дворце спорта Уручья начало в 13.00. В этот же день Гомельский ВРЗ сыграет в гостях с Борисовым 900. Днем ранее ЦКК встретится на домашней площадке с УВД Динамо. Светлогорская команда на девятом месте в таблице чемпионата Гродненская на десятом. Мужская и женская команды Гомельского завтра пройдут очередные поединки в чемпионате страны. Подопечный Андрей Мочилов отправится в гости к лидеру Мешков Брест. Начало игры в 13.00. Команды встречались в Гомеле две недели назад. Тогда Верх взяли гостям 29.15. Женский гонбольный Гомель играет на домашнем паркете. Соперник Витебчанка. Матч на арене Дворца игровых видов спорта стартует в 17.30. Трансляцию обоих поединков можно будет посмотреть на сайте Белорусской Федерации Гонбола. Центральный матч предстоящего волейбольного уикенда пройдет в Минске. Местный строитель 13 февраля на Чижовской арене принимает гомельскую энергию начало в 17.00. Команды в турнирной таблице элиты чемпионата Беларуси занимают вторую и третью строки соответственно. Разделяет их всего одну очко. Гомельские болельщики не останутся без волейболов. В 15.00 в Малом зале Дворца игровых видов спорта начнут противостояние Гомельская надежда и дубль Мозорской жемчужины Полесья. Сразу два поединка Первой лиги мужского чемпионата состоятся завтра на арене Локомотива. В 16.00 начнется противостояние Гомельских бумпрома и с душер энергиям в 18.30 на паркет выйдут Газовик и Могилевский Цоркоммунальник. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok